МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Управдома. Я ее ведущий Владимир Казанин. По традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Сегодня мы поговорим о самом любимом в нашем обсуждении, по которому очень много вопросов и звонков. Это капитальный ремонт. Перед тем, как посмотреть первый материал, я представлю своих собеседников. Это Веревкин Сергей Анатольевич, начальник отдела реализации региональной программы фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Омской области. Перминов Вячеслав Николаевич, начальник отдела жилищного хозяйства фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Омской области. Здравствуйте. И Инга Павловна Николаева, известный эксперт в области ЖКХ на территории Омской области, которая не только защищает, скажем так, интересы жильцов, но и говорит им, что практически как надо делать, чтобы решать проблему, а не просто сидеть. Совершенно верно. Здравствуйте. Ну давайте посмотрим слайды. Я непременно это специально сделал. Это Азовский район, село Гауф. У нас происходит капремонт. Изюмовская это двухэтажки, микрорайон двухэтажек. У нас происходит капремонт домов. Начался где-то с месяца полтора назад. Разобрали два дома, две крыши. И с остальных двухэтажек, где-то получается дома три, сняли торцы домов, как правильно, шифер и дымоходы кирпичные. То есть получается дырки остались, накрыли пароизоляцией. Торцы открытые. То есть происходит такая ситуация, что квартиры затапливает. Вот когда была погода не очень хорошая, снег туда задувает, потом это все тает. Вторые этажи практически у всех стены мокрые, потолки сырые, чернеют. Где просто пароизоляция, просто холодно у людей. То есть потеря тепла идет, не накрыта ни шифером, ни металлом никаким. Везде бардак, везде валяется этот кирпич, ломанный шифер. Тут же дети гуляют у нас, падают, разбиваются. Все не закончено, все кинуто. Люди пытаются как-то разобраться с этой компанией. Кому-то оплачивают ремонт, кому-то говорят, в основном пенсионерам, идите судитесь с нами, разбирайтесь так, никому оплатить ничего не будем. Вот точно по компании не могу сказать. Но бригады не очень люди такие хорошие, в плане того, что какие-то как алкаши. Полупьяные, полугрязные, полудранные такие. Дебош какой-то устраивают в Гауфе. То есть, ну, не очень порядочная компания со стороны. Конкретно по компании не могу ничего сказать. Ну, на дверях у нас в подъездах висели номера телефона, все, но по ним уже дозвониться нереально, потому что уже не реагируют на наши просьбы. Ждем реакции, хотим хотя бы, чтобы к Новому году, хотя бы первые начальные дома были закрыты, и наши, которые открыты дома, чтобы как-то на зиму нас запаковали, раз, если даже нет результата. Ну, вопрос, конечно, к Сергею Анатольевичу и Вячеславу Николаевичу. Вот крышу сняли две недели. Ну, то, что можно пояснить по подрядчику, да, то, что крышу сняли. Ну, во-первых, пленка не закрыта, да, если вы село Гауф имеете, 11, 12, 13 дом. Да, вот это вот, череда домов. Подрядчик в срочном порядке ищет закупку материалов, потому что, ну, у нас цены все-таки с долларом скачут, да, иногда наши поставщики, ну, вернее, поставщики, которые закупают подрядчик эти материалы, иногда просто прикрывают свою, скажем так, деятельность и ждут более выгодной цены. То есть, что происходило, например, у нас зимой в нынешнем году, в начале этого года, да, когда доллар увеличился почти в два раза. И производители, конечно, хотели поймать выгоду на этих материалах. А пленки где их? Это кто? Американцы нам ее посылали? Произоляционная пленка выпускается у нас в России, так же есть. Тогда при чем здесь доллар? Ну, я про то, что говорю, что не накрытый металлом, если вы этот вопрос спрашивали. Не, накрытый металлом-то ладно, пленка-то хоть бы накрытая. А пленка накрытая, насколько мне известно? Нет, ничего там не накрытая. Открытая, два дома открыты вообще, и там снег идет им. Ну, давайте по этому вопросу мы, конечно, выясним, насколько я знаю. У меня информация, что пленка закрыта, дома все три, то есть, и подрядчик все равно наблюдает за этой ситуацией. То есть, как только материал к нему поступит, сразу приступит к действию, к монтажу. Ну, можно такой вопрос под дых? Многие... Ну, во-первых, вам осуществлять вашу работу непросто, потому что сегодня объемы огромные. Объемы, да, огромные. Миллиард уже практически есть, да, у фонда? Да. Не освоенный до сих пор, да? Ну, не то, что... Ну, тяжело осваиваться. Скажем так, когда законодатель придумывал фонд, он совершенно не подумал, кто будет осуществлять, да, эти все вещи. Потому что ужесточилось очень серьезное миграционное законодательство, чему лично я рад, потому что пусть учат русский язык, тогда только работать будут. Ну, чтобы получить работу в Америке, скажем так, еще больше препятствий надо преодолеть. Но, тем не менее, вот эту... Никто не готовился к этому. Никто не готовил специалистов, скажем так. И бригад добросовестных, умеющих работать, мало. Вы согласитесь со мной? Да, те бригады, которые, ну, подрядчики хорошо у нас как-то градируются, более порядочные, где более квалифицированные, скажем так, специалисты. Есть, конечно, где подрядчики, ну, прибегают какие-то бригады, которые мере не квалифицированы. Но, в любом случае, за ними осуществляется технический надзор с нашей стороны. И если подрядчик допускает, ну, нарушение в соответствии с НИПом, ГОСТом или еще каким-то нормативным документом, подрядчик переделывает это за свой счет. То есть мы за этим четко следим. У нас за каждым домом есть определенный назначенный куратор, который наблюдает, как производится работа. И какие-то, если есть замечания, то подрядчик их устраняет. Сергей Анатольевич, если это он устраняет только крышу, а если за это время протекло в квартиры? Ну, во-первых, как бы я подрядчикам и от фонда наши специалисты неоднократно советовали перед тем, как зайти на этот дом, потому что нужно сделать акт осмотра квартир верхних этажей. Потому что, ну, жители тоже бывают разные, поймите правильно, да? Кто-то пытается воспользоваться ситуацией, которую он пробежал 2-3 года назад. То есть те подрядчики, которые более благоразумные, скажем так, они делают, не ленятся, обходят эти квартиры, фиксируют, да? Если протопили по вине подрядчика, естественно, подрядчик устраняет. Либо делает ремонт, где протопил, либо выдает денежную компенсацию, и жилец сам выполняет свой ремонт. То есть подрядчик просто так из дома не уйдет? Просто так он не уйдет. Не отпустите вы? Не отпустим, однозначно. Дозвониться, говорят, вот проблематично. Дозвониться? На сегодняшний день у нас в фонде работает несколько телефонов. Ну, вот прямо их можно назвать, и мы их опубликуем. 900-300-24-72-91. Еще раз, 900. 900-300-24-72-91. 900-113. 900-128. 900-121. Вот эти все телефоны мы выдадим на экран. Записывайте, запоминайте. И абонентских отделов по администрациям округов города. Значит, специалистов у нас не так много. Они параллельно принимают население с вопросами, которые идут. Очень большой поток. Поэтому специалист, когда общается с посетителем, он, соответственно, на телефон уже не отвлекается. Поэтому иногда возникают такие проблемы, что вроде телефон и работает, но никто не берет трубку. А как это решить? Ну, на сегодняшний день либо у нас приходить лично к нам в фонд, либо также в каждом районе, в каждой администрации есть такой же специалист, который ответит на все вопросы. Ну, либо по телефону дозвонится. Ну, еще есть возможность в письменное обращение через сайт. Вот, сразу вам скажу, в Гауфе там люди пошли к главе, потому что пилетиленом не накрывает это самое, все это там падает снежок. Глава поселения говорит, а это вообще они имеют отношения к этой программе. Вот он не имеет отношения к этой программе? Ну, прокрементировать заявление главы мне сложно, да, скажем так. Со слов, ладно, не надо, но следить как-то за ними будут. Как-то еще какой-то семинар, я не знаю. Ну, естественно. Какая-то генеральная установка им какая-то, чтобы главы районов и поселений... Непонятно, почему, во-первых, так глава думает, во-первых, но если люди живут на его территории, скажем так, за которую он отвечает и избранным народом, да, то он в первую очередь должен представлять интересы тех людей, которые проживают в его, скажем так, округе или поселении, где он находится. И, ну, может, глава маленечко лукает в том плане, потому что администрация все равно участвует в том плане, даже по жилищному кодексу. Они нам согласовывают потом форму КС-2. То есть, когда создается комиссия, когда дом закончен, выполнен ремонт, строительно-монтажная работа у нас закончена, да, эти моменты мы привлекаем администрацию в соответствии с жилищным кодексом. И их уполномоченный представитель, кем они наделяют приказом, подписываются в форме КС-2. Также это представители собственников, которые, ну, уполномоченный представитель выбран на доме, сам заказчик, то есть мы региональный фонд, и подрядная организация, кто участвует в этом процессе. Ну, мы сейчас еще вернемся к подрядной организации. Хочу вот подключить нашему разговору Ингу Павловну. Здесь мы говорим в основном об ответственности и фонда, и подрядных организаций, и чиновников, и муниципальных руководителей и так далее. Ответственность людей, вы недавно проводили семинар, многие ведь, ну, как вам сказать, так в положении полукнязей находятся. То есть когда уже совсем патовая ситуация, когда уже там что-то серьезное на крыше, тогда они начинают интересоваться. А вот 2-3 недели они вообще не интересуются. Ну, в этом случае в Азовском районе сразу поинтересовались, а в основном вот нам начинают звонить, когда уже, значит, ну, серьезный вопрос, подрядчик куда-то исчез или еще что-то. Вот как сами должны жильцы относиться к этому, и как капитальный ремонт должен осуществляться при их участии? Ну, это как в русской пословице или в поговорке известной, у семи няня, где тебя без глазу. Только нужно сегодня понять, что это дитя-то имеет свое имущество. Конкретное просто. Конкретное свое имущество, за которое ему отвечать. Которое человеку или семье, как правило, на 2-3 поколения. И если мы сегодня будем ждать дядю, когда, или тетю, которая придет после того, как ремонт сделан, даже будет трудно, может быть, возможно, искать и исправлять дефекты. Да. Нужно сегодня людям четко понять. Вот получили вы письмо. Сейчас его в народе называют письмо счастья. Ну, действительно, это так, потому что... Из фонда. Потому что кто-то ждет еще ремонта несколько лет и будет платить деньги, пока еще им неизвестно за что. А те люди, которые уже имеют письма на руках, они понимают, что нужно проводить голосование, а не выходить на капитальный ремонт. С этого начинается... То есть голосование по тому, что должны ремонтировать. Совершенно верно. То есть даже если люди проголосовали когда-то, или они стоят уже в программе, определенный вид капитального ремонта определен, установлен, установлен. Установлен. Да. То и если еще работы не начались на доме, у них при получении вот этого пакета счастья есть возможность поменять конструктивный элемент, который они будут менять, ремонтировать. Дело в том, что вот по тому, как прошел уже целый год, все-таки люди, хоть и слабая информационная работа ведется, это точно, но у них начинается такое понимание, доходят слухи, какая-то информация, что нужно проводить собрание, можно снова утверждать и вид капитального ремонта и так далее. Но нужно понять сегодня, что если вы будете сидеть и ждать конца капитального ремонта, очень много вопросов пройдут мимо вас. То есть протоколу нужно поторопиться утвердить смету работ, вид работ. Почему? Если вы в трехмесячный срок не проведете работу, не поменяете то, что, может быть, вам нужен другой конструктив для ремонта, тогда будет сделана именно та программа, которая уже утверждена. И дальше будет поздно что-либо делать и сидеть вот так вот, как вы говорите, возле окошка и сетовать на то, потому что плохо власть работает. Вот когда придет понимание, что все, что находится в коробке, это квартиры, это общее имущество, это все ваше, никто туда копейки не вложит, тогда остается только во все око наблюдать за тем, как это происходит. Какие у меня сегодня рекомендации к собственникам? Получили пакет документов, проводите собрание. Если в трехмесячный срок вы ничего не сделаете, через три месяца закрутится закон, и вам это все предлагаемые виды работ будут сделаны. Автоматически? Автоматически. Без вас? Конечно. Если у вас нет уполномоченного лица, а там есть предложение выбрать уполномоченное лицо в протоколе, выбирайте, собирайтесь, пусть хотя бы один или, может быть, три человека, которые будут контролировать, ведь все проконтролировать невозможно. Строительный контроль люди не смогут осуществить, и технический надзор в том числе. Но визуально посмотреть, пришел подрядчик, не пришел, в каком состоянии, какие материалы привезли, это тот минимальный контроль, который должен быть идти со стороны собственников. И должен быть человек, который посмотрит, и закрыли ли крышу, и закрыли ли подвал. В общем, все, что касается общего имущества, сегодня только мы сами будем контролировать. Никакой куратор фонда капитального ремонта сегодня не проследит столько домов. Да у него, в принципе, основной функции такой нет. Еще раз, телефон, куда к вам обращаться? 8-951-424-76-42. Это ваш сотовый? Это мой сотовый, по которому я всегда отвечаю. То есть можно к вам обратиться и получить еще общую форму? Можно и нужно. И вот сегодня в продолжении разговора, в котором участвовал фонд, нужно сказать, что учить сегодня нужно не только собственников, как быть в этой ситуации, а их надо прямо учить пошагово. Куда, в какие сроки, как провести собрание, как оформить протокол. Потому что вот сегодня многие люди висят с незаполненными документами, Сергей Анатольевич, только потому, что для них составляет огромный труд заполнить протокол, посчитать голоса, кворум и так далее. Но сегодня информировать нужно и наших глав муниципальных районов. Вот я про это и говорил. А как же? Парень им сказал с жителем, говорит, идите отсюда, я в этой программе не значусь. Ну а как завтра на выборы придет, а после завтра? Завтра. А потом люди, которые тебя выбрали, на мой взгляд, я сейчас не отношу эти слова именно к Азовскому району, это, в принципе, взгляд... Это везде? Везде. Ну, не скажу так, есть районы, где точно участвуют. Нет, есть добросовестные, все это. Но вы знаете там, какой быт-то? Ну, нормально, деревенский быт, я вот, господи, сам вырос в деревне. Это же хорошо, это, то есть моя хата с краю, я ничего не знаю. Я в этой программе не значусь, формально же глава не значится, ни у вас, ни у жителей, ни в каких общих протоколах. Только в актах выполненных работ по окончании работы. Глава расписывается. Ну или уполномоченный представитель, тот, которого определит администрация. Ну, он же не имеет права, так сказать, взять и убрать подрядчика. Нет. Нет. Ну и все, он говорит, а что вы ко мне пришли? Вот это его слова, они же привыкли там. У нас очень сильно, у нас просто на деревне дисбаланс. Есть те, которых бросили, фермерские хозяйства бросили в эти в 90-е, они выжили сами, они гипер самостоятельные, они еще горожан научат. А есть вот муниципальная власть, которая как жила при царе Горохе, так они и продолжают ждать, когда им дадут из бюджета. Потом волшебный пендель в виде, так сказать, накачки там у губернатора, чтобы их заставили работать. То есть есть такой дезонанс очень сильный, когда предприниматели деревенские, они находятся на одном уровне развития, да, то есть даже некоторые на европейском, а эти еще застряли там. И вот этих надо пинать, это фонд должен участвовать в этом всем, да. То есть надо будет их активно к этому подталкивать. Ну, все правильно Инга Павловна сказала, дело спасения утопления. Так не только фонд надо, слово нехорошее такое, я не буду его употреблять вслух, просто дело-то не в фонде. Надо сегодня понять, что фонд это исполнитель. Инструмент. Совершенно верно. Нет подрядчиков, которые выполнять, но это государственная программа, это государственная задача, значит, может быть, через центры занятости программно выстроить обучение необходимых кадров здесь, из районов, которые прямо рядом с людьми, чтобы была ответственность. Это надо начинать, дорогие коллеги. А это инициатива... Кто-то должен от вас инициировать. Это ЗАГС собрание инициативы. Они ничего не инициируют, им ничего не надо. Ну, я не хочу огульно там всех хайть и так далее, но там немножко такой, тоже опять же такой быт. Там люди состоявшиеся, далекие от народа, как правило. Опять не хочу их хайть, но вот так само получается. А собственники, которые сегодня могут, хотят и понимают какую-то значимость того, что происходит, все-таки тратят большие деньги. Большие. Вы потом будете рассчитываться, может быть, даже не шесть лет за тот конструктив, который вам сделают. Конечно, еще больше. Поэтому нужно идти навстречу фонду, спрашивать помощи. Сегодня сталкиваемся с тем, что люди не умеют проводить собрание. Сообщать нам. Задавайте вопрос. Совершенно верно. Сообщать нам. Мы будем еще раз посылать и к Инге Павловне, и звонить к вам напрямую. То есть сообщать вот по телефону нашей редакции обязательно. Мы будем вас направлять, потому что сейчас не надо сидеть. Это делается... Совершенно верно. Это стоимость вашей квартиры. Вот надо конкретно понять. Это стоимость вашей квартиры. Вот конкретно стоимость вашей квартиры. Вот сколько будет вложено, так она и будет функционировать. Я еще хотел спросить ныне модное явление – уйти из фонда на свой спецсчет. Вы мое мнение спрашиваете. Однозначно, если позволяет срок эксплуатации здания, он достаточно короткий. Не обязательно новый. Вы знаете, даже в этом плане важнее актив дома. Если есть актив дома и есть платежеспособность. Я знаю в Ленинском округе дом, где площадь чуть более тысячи квадратных метров. Они ушли на спецсчет. И при вопросе, я говорю, как вы будете делать ремонт, они говорят, мы решили 24 рубля почти с квадратного метра собирать. Год соберут, сделают какой-то определенный вид работы и пойдут дальше. То есть первое... Подождите, а потом они тариф опустят и будут 10 лет спать. Почему? Нет, как раз дом в Ленинском округе, там, где каменные стены, где более-менее старые постройки, они собираются каждый год приводить его в порядок до тех пор, пока он не будет выглядеть. Тогда отчисления на текущий ремонт, что с ними делать? Вы знаете, что делается отчисление на текущий ремонт? Дело в том, что 176-й федеральный закон внес изменения в жилищный кодекс. И сегодня вот эта верхушка сверх того тарифа, который люди собирают на капремонт, он может быть при проведенных работах зачтен в счет будущих платежей. Конечно, мы сейчас будем ждать методических всевозможных рекомендаций, комментариев. То есть, вот как я сегодня вижу, собрали на текущем ремонте. Денег достаточно, что-то оставили. И решили, что они их переведут. Это тоже сегодня позволительно, что эти деньги будут переведены на специальный счет капитального ремонта. И затем вы проводите работы, собираете документы. И если у вас вот это превышение есть, можно обратиться в государственную жилищную инспекцию для того, чтобы провели взаимозачет денежных средств. Но так как закон свежий, все изменения свежие, то, конечно, нужно не какое-то время, чтобы они прошли на региональном уровне, соответствующий разработку рекомендаций и так далее. Вот. Конечно, спецсчет сегодня это для хозяев настоящих. Значит, первое – это актив, это слаженность дома, это понимание задач, которые перед ними стоят, возможность достать из кошелька большую сумму, потому что сегодня в Омской области есть и такой пример. Когда люди делают ремонт за больший тариф, кто может платить, а кто-то берет кредит в банке лично на себя и вкладывает эту сумму, это тоже сегодня есть. Хотелось бы такие случаи просто делать информационно, их подавать в эфир, чтобы люди понимали, какие сегодня есть варианты. Конечно, спецсчет – это экономия, это свои затраты, это вы сами все выбираете, за все отвечаете, но и делаете работы те, которые вам необходимы. Ваши деньги работают только на ваш дом. – Ясно. Ну, в общем, время нашей программы, к сожалению, ограничено. Я хочу поблагодарить Ингу Павловну Николаеву, эксперта, защищающий интересы жильцов и, в общем-то, и обучающий их в области жилищно-коммунального хозяйства. Спасибо большое. Также Веревкина Сергея Анатольевича, начальника отдела ремонта, да? – Реализации. – Реализации. Ремонта многоквартирных домов, фонда многоквартирных домов на территории Омской области, и Перминова Вячеслава Николаевича, начальника отдела, также фонда многоквартирных домов на территории Омской области. Я думаю, мы будем с вами обращаться. Я, кстати, вот еще один такой вопрос хотел с Водых даже спросить. Вот сплетни такие бытуют, что заставляют у одних предпринимателей покупать строительный материал. Всех. – Ну, имею в виду, что фонд? – Да. – Ну, а без разницы, где подрядчик покупает материалы, то есть хоть в Новосибирске, хоть в Кемерово, где угодно, но пускай хоть в Москву везет. Мы указываем, единственное, дефектное ведомство, какой материал, какой толщины его технические характеристики, где покупают, нам без разницы. – То есть это сплетни? – Это да. – И расчет проводится со всеми независимо, кто приближен фонду, кто не приближен, сделал работу, получил. – С каждым подряд на организации заключается религиозный договор, все на равных условиях со всеми рассчитаны. – Предоплата, а потом расчет по итогам выполненных работ. – А вас предусмотрят 30%. – Ясно. В общем, мы будем смотреть, и я думаю, что в одной из программ мы покажем передовиков производства. Хочется показать хорошую бригаду, которая работает качественно. Ну а плохишей, я думаю, вместе с фондом, вместе с вами, мы будем публиковать этих самых плохишей, чтобы они не появлялись больше на домах. К сожалению, и таких ребят немало. Ну а я думаю, что те, кто положительно работает на протяжении долгого времени, я думаю, что надо будет как-то их отметить. Я не знаю как, но мы, я думаю, все совместно придумаем, как их отметить, людей, которые, в общем, сориентировались и помогают осуществлять эту программу. Ну а на этом программа «Управдом» закончена. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!